И теперь позвольте представить нашего следующего выступающего. Перед нами выступит Алексей Недвига, программный директор кинотеатра «Родина». И очень интригующее название его сообщения – «Не игровой кино, кинопрокат, не игрушка». Пожалуйста. Добрый день, я всех приветствую. Очень рад находиться в этом собрании профессионалов, занимающихся моим любимым видом искусства, наверное, документальным, не игровым кино. И возвращаясь к словам, сказанным вчера коллегой из Швеции, возможно ли чудо или сказка в применении к неигровому кино? Конечно, возможно, потому что сама жизнь – это чудо и сказка. И отражение этой жизни в неигровом кино – это огромная заслуга человечества, той части человечества, которая занимается этим искусством. Надо сказать, что, на мой взгляд, неигровое кино играет огромную роль совсем не в коммерческом разрезе, не в коммерческой работе, не в зарабатывании денег, а оно играет огромнейшую роль в делании человека. Это колоссальный инструмент развития, воздействия и развития. Можно, конечно, спорить, профессионалы, искусствоведы, киноведы часто на эту тему спорят. Должно ли кино воспитывать, должно ли кино обучать. Я не буду сейчас об этом даже говорить, и мы не будем углубляться. Но то, что это инструмент развития, помогающий человеку охватить весь мир, и весь мир не только вокруг него, но и внутри него понять самого себя и ближнего своего – это переоценить невозможно значение. Я не буду уже говорить о том, что неигровое кино сыграло огромную роль с нашим советским могучим кино игровым, когда в 60-е годы просто видоизменило само кино, появилась эта новая волна советская, кинооттепель, где практически в каждом фильме были применены приемы неигрового кино, и скрытая камера, и интервью, и бог знает что, и какие-то даже инсценировки документального фильма. Все это создало и придало кино больше правдивости, больше достоверности. Я хочу сказать, что я влюблен в неигровое кино, хотя по образованию, по первоначальному я инженер-строитель. Но киноклубы, благодаря киноклубам, которые в свое время были развиты в Советском Союзе, охватывали множество городов, как в Российской Федерации, так и в союзных республиках. А я жил тогда в Украине, в Запорожье, это индустриальный центр. И вот киноклуб «Запорожский» меня просто перевернул. Благодаря этим показам, благодаря тем людям, которые занимались этим клубом, я благодарен им буду всю жизнь свою. Впоследствии стал журналистом, работал на радио, и регулярно посещал в 90-е годы, когда уже Союз развалился, молодость, Киевскую фестиваль, и послание к человеку в Петербурге, в Ленинграде, в Петербурге. И глядя на эти программы и конкурсные, и специальные программы ретроспектив выдающихся мастеров документалистики, я просто обливался слезами, образно говоря, как это все показать зрителям широкому, как это сделать. Я не понимал, как тогда, в 90-е годы, прокат практически умирал уже, обычный прокат игровой, его практически не было. Тогда казалось, что все, видеомагнитофоны, и больше ничего не нужно. Но я какие-то делал репортажи, и старался, в общем-то, пропагандировать то, что происходит в документальном, внеигровом кино. Вернувшись из Украины в Петербург, я занимался, вошел как бы вот в такое движение, в общем-то, общественное, как музей кино Санкт-Петербурга. Вы не поверите, но вот эта группа людей, она, по сути дела, вот в этом вакууме, который существовал в прокате, вот в конце 90-х, в начале нулевых, создала вот те программы, о которых я сегодня вот слышу, многие рассказывают, ну сегодня, вчера, какие-то ретроспективы классики зарубежной, европейской, американской, советской. Мы создали программу киноэнциклопедии, которая еженедельно в киноцентре «Родина», в Доме кино показывала, ну, какие-то свои программы, небольшие, один-два фильма, вот, с небольшими вступительными лекциями, с общением после сеансов, обязательным, конечно же. Для меня вообще кино, как искусство, возможно, только в зале, на большом экране. Я до сих пор не могу понять, как можно кино смотреть на экране монитора, телевизора и всевозможные онлайн, там, просмотры, фестивали. Наверное, да, наверное, время меняется, и нужно принимать вот эти новые формы. Но я все-таки остаюсь приверженцем классического кинопросмотра, киносеанса, в момент которого, и только в момент которого возникает вот это произведение искусства, когда гаснет свет, когда луч проектора на экране, материализует некий мир, который возник первоначально в голове автора, режиссеры, сценаристы, целая группа людей, которые занимаются кино, как правило. В общем, так случилось, что совершенно неожиданно в 2012 году мне поступило предложение от Государственного кинотеатра Родины занять место программного директора в этом киноцентре. Я об этом мечтать даже не мог, просто мечтать. Случилось чудо неимоверное просто. Я уже работал к этому времени на студии Лен Научфильм и занимался научно-популярным кино. Я был и редактором, и вторым режиссером, и сценаристом, и директором съемочной группы. Я прошел весь кинопроцесс от создания заявки и до сдачи в Госфильмофонд. Понимаю, чего это стоит, каких средств, каких усилий и какие люди всем этим занимаются. Я также увидел и дирекцию студии, администрацию. Каковы эти люди и как они этим занимаются. В общем, к 2012 году я был, что называется, созрел для того, чтобы заняться репертуаром и программами Государственного киноцентра Родина, который находится вот здесь, совсем недалеко, можно сказать. Поэтому я не буду демонстрировать его фотографии, фасада, интерьеров. Вы можете завтра, хоть сегодня прийти, кстати, посмотреть там программы «Послание к человеку», которая у нас регулярно, я надеюсь, ну, в общем-то, проходит. Начиная с 90-х годов, кинотеатр «Дом кино», который над нами находится на четвертом этаже, и мы, в общем-то, регулярно показываем эти программы. И к фестивалю «Послание к человеку» имеем самое прямое отношение. Извините. Ну, что касается работы. Конечно же, в репертуаре кинотеатра, когда я пришел, ни о каком документальном, ни игровом кино речи не было. Моя задача была сделать так, чтобы неигровое кино стало регулярным. Мало было, ну, просто заниматься рекламой, организовать какой-то единичный показ, там, пускай даже он будет регулярный, там, раз в месяц или раз в неделю. В общем, для этого нужна была бы команда какая-то специальных людей, естественно, финансирования, которого, конечно же, у нас не было. Я обратился к дистрибуции. Что могли предложить несколько десятков к тому времени работавших на рынке, на кинопрокатном рынке, компаний в России? Практически ничего. Я помню, в 2012 году появился полнометражный фильм «Марина Абрамович в присутствии художника». Я, конечно же, за него ухватился. И он шел у нас в киноцентре три месяца. Три месяца. Я прокатывал его. Представляете? То есть это ни один сеанс, ни два сеанса. И даже не неделя, а три месяца. Я специально выписал для себя несколько запомнившихся документальных картин полнометражных, которые шли в прокате. И поначалу начал выписывать сборы, количество людей, потом понял, что это не то. не то. И вот в ходе этого обсуждения, вчерашнего, сегодняшнего, я понял, что деньги и неигровое кино, то есть неигровое кино не должно оцениваться сборами количества средств, собранных. Зритель, кстати, совсем не глуп. Совсем не глуп. Он как-то легко определяет и разбирается, стоит ему смотреть это кино или не стоит. Скажем, фильм «Самсара» о Рунафрике в 2014 году. Шоу у нас 7 месяцев. 7 месяцев. Но это полнометражный, очень серьезный и технически серьезный, и философский, и глубокий фильм. Значит, зрителю нужно это. Зритель хочет этих переживаний, он ищет какой-то разговор вдумчивый и очень серьезный, направленный к нему с экрана. Пусть даже в фильме нет слов, нет текста. Есть музыка, есть изображение. То есть первичные данные или первичные исходные данные для кино, изображение. К сожалению, ненамного кинопрокат наш, то есть дистрибьюторские компании в этом отношении продвинулись с 2019 года. Очень ненамного. Хотя появились ряд компаний, которые, ну, может быть, с более желаемой частой, что ли, регулярностью предлагают документальное кино, неигровые фильмы. Но, опять же, у них есть определенная такая направленность. То есть, как правило, это фильмы о каких-то звездах. о людях с именем. И читая там, значит, вот какие-нибудь откровения продюсеров и западных, и отечественных, встречаешь такие фразы, что вот мне бы хотелось, чтобы в моем фильме было имя, была звезда. Иного, как бы, и они себе не представляют почему-то. Они не представляют, что фильм можно сделать о духовном переживании, об отношении двух близких людей, или там, может быть, не очень близких, а случайно сведенных обстоятельствами или судьбой вместе, значит, да. То есть, вот этот жанр фильма, я его называю антропологическим кино, антропологическим кино, созданный человеком, который переосмысливает свой опыт жизненный теми техническими ресурсами, которые он имеет. Может быть, они не особенно современные, не особенно мощные, может быть. Может быть, вообще документальные какие-то любительские, семейные архивы, там, на 8 миллиметров или 16 миллиметров сняты когда-то, может быть, его отцом или дедушкой, бабушкой. Теперь он вдруг его нашел, наткнулся, увидел случайно, там у него кинопроектор сохранился, и вдруг решил, что он сейчас создаст эту историю семьи своей, там, своих предков, монтирует, и получается шедевр. И вот, кстати, я хочу сказать, один из немногих шедевров, попавших в прокат в недавнее время, американский фильм женщины-музыканта. Подскажите мне, Андерсон, Андерсон. Собачье сердце. Собачье сердце. Уникальный, на мой взгляд, фильм, каким образом он пропал в прокат. Очень много фильмов занимают на фестивалях призовые места. Он в Венеции получил свой приз. И вдруг выходит в прокат. Я, конечно же, за него ухватился, с огромным удовольствием показывал его в течение трех месяцев. То есть, все лето он шел у нас, все лето, начиная с июня, и вот до первого сентября собачье сердце шло у нас в киноцентре Родина. Ко мне приходили преподаватели из Института кино и телевидения петербургского нашего. Просили меня сделать копию для них, чтобы они могли показывать студентам, где-то на лекциях своих использовать, еще где-то. Показывать кому-то еще, своим коллегам. Я извинился, сказал, что я не могу, не имею права. Тем более, даже если я переступил закон и начал это распространять таким копированием, я бы не смог этого сделать, поскольку фильм был на ДСП, на 9. Перегнать невозможно. К слову. В общем, я к тому, что я не даром в качестве тезиса к своему выступлению написал, когда меня попросили организаторы этой встречи сказать что-то о своем выступлении. Я сказал, что в моем понимании кинотеатр это такой приемник, радиоприемник, который принимает трансляцию передающих передатчиков, станций, передатчиков. Если эти станции что-то, где-то их несколько, одна или две, три, много, сто, передают что-то, он на уровне той или иной своих качеств, своей избирательности может найти одну, вторую, третью, может быть, все десять или сто сразу. Но если этой трансляции от передатчиков нет, то никакой самочувствительный приемник не сможет у себя принять того, чего в эфире нет. Я к тому, что дистрибьюторы, я не знаю, есть тут дистрибьюторы, не вижу, нет, наверное, пока они не начнут приобретать права и выдвигать в прокат, выдавать в прокат эти релизы с неигровым кино, мы будем заниматься этими показами клубными, там, ивенты какие-то создавать, с музыкантами вместе там проецировать что-то там или с какими-нибудь клоунами еще. И, конечно, должна быть государственная поддержка и государственная программа в этом отношении. До тех пор, пока государство не осознает, что неигровое кино серьезное необходимо для того, чтобы государство было настоящим, целостным, глубоким, чтобы оно состояло из грамотных, красивых, свободных, счастливых людей, до тех пор у нас будет такая ситуация с неигровым кино в прокате. Но я не как бы не отчаиваюсь, я смотрю, в общем-то, с оптимизмом в будущее. я везде, где могу, заявляю громко о том, что киноцентр Родина является площадкой для неигрового кино. Всем авторам, продюсерам, компаниям. громко и ясно, приходите, не ждите, пока кто-то купит ваше кино, приносите его. Мы будем ставить его в прокат, не просто разово показывать, будем ставить в прокат, хотя у нас есть и программа, так сказать, киноклуба. По субботу мы показываем классику игрового кино, по средам мы показываем неигровое кино. Тоже есть определенная работа с программой, я не буду сейчас углубляться в это, как, чего, где, это все такие детальные вопросы, и об этом можно вообще отдельно конференцию собирать. Но я обращаюсь ко всем, все должны это знать. Мы открыты, мы готовы сотрудничать со всеми, мы готовы показывать неигровое кино в огромном спектре, у него тоже много жанров. Приходите, приносите. Мы будем рады. Спасибо. Большое спасибо. Очень приятно слышать о таком открытом кинотеатре. Я хотела бы спросить, вы показываете и международные документальные фильмы, и русские документальные фильмы. Да, и отечественное кино, и международное, само собой, потому что в прокат выходит и международное, и зарубежное, неигровое, и как и отечественное. Вот, кстати, здесь Антон Мазуров, да, он представляет компанию Антипод. Два фильма, которые связаны были каким-то образом с Китаем, там, по-моему, Железная Министерия, ваш фильм, да, и Затерянный в Кантоне. Вот, считай, два фильма, по-моему, там, США уго производства, да, совсем изнедавнего, хотя, значит, а, Затерянный Кантон Швейский, да. Вот, значит, две недели в прокате шел в один фильм, и четыре недели в прокате второй. Не скажу, что там он собирал полные залы, значит, но, значит, всегда несколько человек были заинтересованы в том, чтобы это увидеть. И возможность такая у них была. Кстати, вот фильм, о котором тоже упоминался здесь в разговорах, Кольца, Кольца, как они, Кольца мира, да, Кольца мира, Мирошниченко, Сергей Мирошниченко. Вот удивительно, все-таки, мощный фильм с огромными затраченными средствами, с техническими всевозможными, да, но вот не вызвал интереса почему-то у зрителя. Он шел у нас, я его держал, хоть договор был на две недели, но я пролонгировал, держал дольше, думал, все-таки раскачается, зритель придет, может быть, что-то выйдет, все-таки о спорте, о какой-то, о воле, о преодолении фильма. Такие, в общем-то, важные моменты в жизни человека любого. Вот не раскачался, он четыре недели держал его на экране, зритель не пришел. Виктор Косаковский, боже мой, в свое время я, когда увидел на послании к человеку его фильм «Тише», я был настолько очарован этой картиной, я о ней рассказывал, я ее просто вот покадрово рассказывал друзьям, прямо вот что происходило, как книгу читал. И думал, боже, как же мне показать, как же мне, Битю Косаковского, как же мне, я потом с ним интервью сделал для радио, там много всего было. Вот, и спустя много-много времени уже, вот я вроде директор там, значит, программный, и выходит фильм Косаковского, да здравствуют антиподы. Казалось бы, мощный фильм, где-то там такая аналогия с Готфи Реджио, значит, там философский такой охват, насквозь землю протыкает, понимаешь, что с этой стороны, что с другой, смотрит на людей, вглядывает, замечательно, вот этот южноамериканский, там у него был эпизод с этой семьей, которые там перевозчики через маленькую речку, которая то пересыхает, то разливается. Так это интересно наблюдать за жизнью этих людей, и Шанхай, напротив, где там огромный, там какой-то пролив, значит, пересекают паромы, тысячи людей туда-сюда снуют. Ну, не вызвал большого ажиотажа почему-то у зрителя, не вызвал. Но месяц у нас скрутился, месяц, месяц. Так что, вот Виктору Косаковскому, ну не в чем меня упрекнуть. Я сделал все, что мог. Но я это говорю к тому, что не нужно ждать коммерческих результатов. Вот сколько людей говорило и выступало, все получают государственную поддержку. Объединяются, страны объединяются, девять стран, партнерское сообщество, вся Европа. Для того объединились, чтобы попросить денег у Евросоюза. Дайте, дали им денег. Они делают свою программу. Оказывается, у них проблема. Они теперь не могут друг друга мотивировать там чем-то. Мотивации нет у них. Деньги же уже получили. А мотивации нет. Задумайтесь. Вот другая компания. Прекрасная компания. В одном городе, в Мальмео, еще где-то, еще где-то концерты, выступления. Тут же кино демонстрирует весело. Тусовка, пиво, там, значит, чипсы. Супер. Сборы. Одна треть бюджета. Одна треть бюджета. А смысл? Да соберите вы в тихом зале, в тихом, спокойном, в темном зале людей. Покажите им фильм о душе. О том, как она развивается, как она растет. Ну, все. Так, так, так. Когда вы снимаете документальный фильм, а как вы работаете в отношении маркетинга, как вы выходите на свою аудиторию? Вы что, только надеетесь на то, что это шедевр и завоюет сердца зрителей? Когда я показываю, когда демонстрирую, да, вы имеете в виду? Да, когда показываете, как вы привлекаете зрителей? Ну, во-первых, я понимаю, что наш кинотеатр находится в Санкт-Петербурге. Здесь все-таки всегда уважалось искусство и стремление к образованию. Неигровое кино составляет еще часть одного и другого. Быть образованным человеком и не знать неигрового кино нельзя. Вот. Это даже как-то не модно, не современно. Поэтому здесь сама жизнь как бы регулирует. Хотя, конечно же, у нас есть сайт, вот Павел Пченкин показал, ну, у нас аналогичный сайт, то есть я мог бы сейчас включить вот здесь сайт Родины. Вы увидели те же программы, там, игровое кино наше, ну, в основном артхаус мы стараемся, хотя там все бывает. Я все-таки стараюсь делать спектр широким, чтобы у зрителя был выбор. Я хочу дать зрителю выбор. Я хочу, чтобы он выбирал. Я не хочу его нагибать. Вот не хочу я его нагибать, за руки хватать, тащить, надевать на него наручники или приманивать его конфеты. Не хочу. Я хочу дать ему выбор широкий. Горизонт, распахнуть перед ним горизонт, приходи. Хочешь комедию, комедия. Хочешь порыдать, вот тебе драма. Хочешь взбодриться, на тебе боевик. Я стараюсь, чтобы это было более-менее приличное из того, что предлагает прокат. Ну, в том числе и неигровое кино. Я хочу, чтобы оно было растворено в пространстве нашего киноцентра. Я думаю, что определенный сдвиг в этом уже и есть. Конечно, реклама на билдбордах на наших и в метро, и на самом кинотеатре, как и везде, есть плакаты. Сайт и социальные сети, Facebook, Вконтакте. У нас есть пресс-секретарь киноцентра, который занимается этим. Там есть какие-то группы. Я туда даже не влезаю, честно вам скажу. У меня нет на это ни времени, ни сил. И я доверяю своей коллеге Кате. Если ей нужно что-то у меня спросить, уточнить, или как-то, если я понимаю, что мне нужно ее немножечко просветить, что ли, объяснить ей какие-то моменты, почему мы делаем так. Я тогда с ней веду какой-то разговор, пытаюсь добиться взаимопонимания, чтобы она понимала, как ей потом что-то писать, описывать о нас в сетях, на нашем сайте, потому что она это ведет. Меня на это уже не хватает. Хотя сам я журналист, я мог бы все эти тексты писать, но у меня на это не хватает ни времени, ни сил. Есть ли еще комментарии из зала? Пожалуйста. Пользуетесь ли вы поддержкой государства? Безусловно, мы же бюджетный государственный киноцентр. Понятно, то есть, понятно, что даже если мы ничего не будем показывать, ну, как мы не совсем там, все будут как бы работники получать какую-то там зарплату. Вот такую. Вот. Но мы же выдаем в бюджет ежемесячно от двух миллионов рублей, а в год это выходит там больше двадцати миллионов. То есть, мы-то в общем себя как бы окупаем, я думаю. Опять же, благодаря тому, что есть игровое кино, на котором я понимаю, что вот пошел Гуди Аллен, я на нем заработаю, в смысле коммерчески. Пускай он идет, но я могу взять в этот момент параллельно три документальных фильма. Они у меня сейчас идут. Три документальных фильма. Прокофьев в пути. Вот Севзап студия, Севзап кино Виктор Скубей принес в свое время, мы с ним еще весной встречались по этому поводу фильм Володи Непевнова об исчезнувшей экспедиции Гесла. Это исторический такой, замечательное такое исследование об истории одной из удачных, успешных, но совершенно исчезнувших из сознания и из истории экспедиции. Это географическое открытие. Одно из последних географических открытий на Земле было совершено в 14-м году в имперской, императорской тогда еще России. Но потом революция, гражданская война и весь ужас, который потом возник, стер это все, поскольку участники, организаторы оказались по разные стороны баррикад. Кто за белых, кто за красных, кто за белых был уничтожен или погиб в эмиграции или еще где-то остались единицы. Память об этом выдающемся открытии была стерта из памяти поколений. Вот недавно ребята наткнулись в архиве на колоссальное количество этих фотографий, которые были засняты в момент этой экспедиции. сотни тысяч колоссальнейшего качества. Это фотографии, по которым может камера панорамировать, по лицам ездить туда, отъезжать, приближаться. Понимаете, и вот фотофильм сделан из этих фотографий архивных, уникальный, они просто погружают тебя, ты как будто на машине времени уезжаешь туда на сто лет назад и вот там находишься. Не игровое, документальное, реальное, кино, о судьбах, невыдуманных, о судьбах, которые случились с одними из нас. Есть еще какие-то комментарии с зала? Я бы хотела задать вопрос. Вы же. Да нет, комментариев нет. Я помню Родину как площадку, которая в какой-то момент, я не знаю, с вашим участием или до вас привела к тому, что лет 8 назад Петербург по сборам артхаусным обгонял Москву. Был странный феномен, там он полтора года так как-то Питер приносил денег на артхаусных любых фильмах, а я говорю и не о гравом кино, потому что мне приходилось когда-то в России после 20-летнего перерыва выпускать в прокат и первый неигровой фильм вообще, это был боулинг для Колумбины Майкла Мура и первый в прокат нашими руками был выпущен неигровой, российский, это был манский девственность, поэтому главный конек Родины, то, что ценовая политика билетная, она все-таки привязана к каким-то ожиданиям той аудитории студенческой, интеллигентной из двух частей, вот студенческой, интеллигентной, которая туда ходит, и на самом деле в других местах, в том числе местах, которые в России показывает артхаус, вот такой связи между ценой билета, принципиальной связи между ценой билета и таргетированной аудитории нету, и поэтому площадки, которые даже принципиально продолжают показывать артхаус годами или какие-то ведут проекты на эту аудиторию, цены не снижают и теряют эту аудиторию потихонечку, а на фоне кризиса теряют ее тем быстрее. Вот и весь комментарий, собственно говоря. Совершенно верно, у нас очень демократические цены на билеты, мы стараемся их держать, и даже какие-то наши администрации, экономисты придумывают такие, как это теперь называется, маркетинговые ходы, наверное, скажем, вот летом по понедельникам любой сеанс 100 рублей. Вот все лето по понедельникам, любой, от утреннего до вечернего там позднего, 100 рублей. Знаете, да, работает, работает. Сейчас даже осень началась, директор мне говорит, Алексей, давайте мы опять применим как бы вот эту политику нашу летнюю. Я говорю, так я давно вам говорю, давайте применять политику. Конечно, ради Бога, только не запрещайте мне ставить неигровое кино, потому что постоянно идут эти видеологические споры. А почему у вас же вот этот фильм, смотрите, два человека вчера пришло, ну два, ну, я говорю, ну, он же идет всего лишь 60 минут, ну, уберем мы его, а что мы вместо него поставим? Все остальные фильмы 100, 120, ничего другого мы на это место не поставим, он стоит на своем месте. Пусть, говорю, стоит, кто-то еще завтра придет, послезавтра. В общем, приходится вести очень дипломатичную такую работу с администрацией, потому что, ну, она считает, что моя любовь к неигровому кино это мой недостаток. Как бы, я вообще неплохой человек, вот, такой, не конфликтный, доброжелательный, ну, вот, очень любит неигровое кино. Поэтому мне приходится вести, в общем, иногда такие даже бурные разговоры, дискуссии с директором. Вот вы говорили, что на некоторые фильмы к вам приходят два человека в зале сидят, и каким образом, ну, может быть, все-таки привлечь что-то такое, что бы помогло вам придать этому показу какую-то значимость, клоуна, в конце концов, пригласить, как вы говорили. Правильно, правильно, вы говорите совершенно верно. привлекать нужно. Если это разовый сеанс, один, скажем, возникает, и на него нужно собрать какую-то аудиторию, да, но если мне удалось его поставить в прокат, и да, я понимаю, что в понедельник на нем два человека, но в пятницу будет 10, а в субботу 15, в воскресенье 20, ну, у них будет возможность прийти, если они не пришли, не смогли прийти, на тот разовый, единственный, работа, семья, климат, международная обстановка, санкции, и он испугался и не пришел на клоунов. А спустя неделю он успокоился, попил пивка, кофе, почитал книжку спокойную и пришел в воскресенье и попал, наверное, на фильм. Хотя, конечно, безусловно, для премьерных показов и игрового, и неигрового кино, если есть возможность пригласить авторов или людей, как-то связанных с этим показом, или авторов, не знаю, произведения, по которому, или вот кого-то из этой тусовки. Понятное дело, мы, если это возможно, приглашаем и даем возможность поговорить, представить фильм, после фильма провести обсуждение либо прямо в зале сцены, либо выйдя в холл, где можно посидеть в креслах и поговорить. То есть, это, конечно, используется. И часто, я даже об этом, не смешно даже об этом говорить, это понятно само собой. Это понятно само собой. Спасибо. И один комментарий здесь. Алексей Скромничает, говоря о том, что там один-два человека на сеанс приходят. На самом деле, бывает и больше значительно, и команда его работает над тем, чтобы на неигровое кино ходили. И ВКонтакте, и в других соцсетях Катя, и другие помощники распространяют информацию об этом. И в том числе вот о тех средах, которые посвящены документальному кино в малом зале, тоже вот встреча моей группы будет через две недели, но уже Катя уже сейчас распространяет эту информацию. Так что это очень важно. И вот эти встречи по средам и показ документального кино в малом зале в родине важен еще тем, что творческая группа, которая участвовала в создании этих фильмов, она имеет возможность пообщаться со зрителями, с друзьями. Да, это в основном те люди, которых сами же и пригласили. Но пообщаться и обсудить, понравилось, не понравилось, и вообще, в каком векторе движемся, правильно или нет. Вот это громадное дело, которое Родина делает. Спасибо им. И у Павла такая же ситуация. Молодцы, конечно. Спасибо. Спасибо. Какие-то заключительные, может быть, ремарки и комментарии со стороны аудитории? Ах, с вашей стороны есть. Я хочу добавить, что все-таки вот все форматы, которые вот здесь были рассказаны в течение вчерашнего и сегодняшнего дня, они, по сути дела, присутствуют у нас. Все форматы вот этой работы со зрителем. Просто другое дело, что мы не на одном из них, ну, не делаем акцент какой-то, да. Да, есть специальные показы. Есть какой-то премьерный показ. Вот группа приезжает, представляет картину с всем своим составом. И после этой премьеры идет ее прокат. Или, например, ни разу не бывавший в прокате фильм. И, наконец, вдруг выходит, появилась возможность, значит, предлагаются права и хорошая восстановленная копия, и мы имеем возможность. Или какую-то восстановленную копию, которую удалось добыть в Госархиве, в Белых Столбах. Вот мы несколько фильмов показали, посвященных войне, ну, Великой Отечественной войне, я имею в виду, когда праздновали 75-летие Победы. И очень много людей приходит, понятное дело, вот на такие особенные ивенты, да, как вы их называете, на эти события. Разумеется, и киноклубная, вот не даст соврать человек, который представляет киностудию, которая будет представлять не в следующую среду, а, наверное, через раз-два, через две среды, да, это где-то в середине октября вот у них будет презентация своих трех картин, представления фильмов и как бы концепции своей. Так что все это есть. Ничего нового нет, ничего, все, мы все в едином мире живем, и все, для нас доступно это все. Конечно, я понимаю, что вот я, да, это просто та сказка и то чудо, в котором я оказался, государственный кинотеатр в центре Петербурга, в двух шагах от Невского проспекта. Что еще нужно? Все, что ты хочешь, все туда ставь, лишь бы были вот возможности туда поставить на экран. Там, где нужно права, права, чтобы были, там, где нужно, чтобы был автор, автор, чтобы был. Все только вот в этом. А судя и дело, мы всем этим пользуемся. Все это есть, зайдите на наш сайт, посмотрите, все, что угодно. Огромный выбор, огромный выбор кино для всех. Хотя, официально, мы до сих пор называемся детский киноцентр. Детский киноцентр. Мы и в этом плане работаем, и с детьми. Там обращаются школы, колледжи, разная, да, тематика. Вот, начиная там от работы с трудными какими-то вещами, вопросами, вот, психологии, детей, да, и кончая просто какими-то профильными. Например, Вагановское училище, которое готовит этих балеронов, да, танцовщиков, танцовщиц, вот, они к нам регулярно как-то просят показать нам фильмы о балете. Показываем, да, почему нет? Я стараюсь, что новое, то, что выходит, конечно, привлечь, очень маленьких там детей, трудно. Сейчас не тот, как бы, не та ситуация, потому что маленькие дети с родителями идут в торговые центры, там многозальники, там развлечения, там покупки, кафе, рестораны, яркий свет, музыка, шоу, вот, да? А у нас классический кинотеатр, архитектурный, определенный такой, изыск, придем, это все в историческом центре, все под охраной геопа, не дай бог там где-то гвоздь заколотить, не дай бог там что-то покрасить не тем цветом, не так, как это было там век назад. Нельзя. Поэтому мы работаем со взрослыми детьми. Я говорю, что давайте вот брать, опять же, директор говорит, да зачем вы взяли эту картину, кто на нее придет? 14 плюс. Я говорю, ну, Ирина Адамовна, ну, это же о первой любви, ну, это же всем понятно, это о первой любви кино. Ну, вот мы уже неделю показываем, там ходит по пять человек. Так я говорю, по пять человек узнают ежедневно о том, что у них происходит в сердце, в душе, как им дальше быть, вот как эти отношения строить. Она, ну, ладно, ну, хорошо. Но через неделю у нее опять что-то, значит, сдвиг происходит какой-то, она смотрит, значит, на эти, на результаты, на деньги, на эти цифры, нули какие-то, да? Ну, что такое у нас уже вторую неделю 14 плюс. Ну, что вы, что вы с ним церемонитесь, снимаете его с проката? Я говорю, ну, у нас, я начинаю тогда, ну, у нас договор с прокатной компанией, я не могу снять, я еще должен вот еще неделю там отработать. Ну, в общем, его, в общем, вы представляете. Ну, место у вас, конечно, замечательное, в следующий свой приезд обязательно к вам зайду. Спасибо большое за вашу речь, за ваше сообщение, спасибо за приглашение приехать сюда. И теперь нам пора обедать и встретимся мы с вами через час. Спасибо большое. Я всех приглашаю Родину.